шалам роха сегодня мы продолжаем наши наши лекции о путешествующую жизнь и мы повторим коротко о том что мы учили в прошлый раз и также мы постараемся больше дать примеры из жизни из что мы можем действительно ввести в свою повседневность и также чтобы эта жизнь приобрела новые краски мы говорили о том что есть сейхэль энуши и сейхэль элуки с самого начала нашего создания в девять первых месяцев когда мы находимся во время беременности мы получаем от творца всю информацию всю жизненную подготовку и это записывается на нашем сейхэль элуки в нашем божественный разум он получает все те килим все эти инструменты которым пригодятся чтобы пройти через все испытания этой жизни мы сказали что человек опускается сюда он получает это душа получает левушим получает специальную одежду чтобы как человек которых летит в космос ему нужно специально униформа как скафандр и также здесь душа в этом мире в этом физическом мире она получает свои клепот свои одежду и также она проходит когда она пускается на проходит 42 путешествия и потом на обратном пути она возвращается и эти девять месяцев мы получаем уже ту информацию то знание эту мудрость который нам поможет пройти через все испытания это информация она заложена очень глубоко в нас это накроется в нашей душе и именно там там где сейхэль энуши вот этот человеческий разум который нам помогает в этой жизни он очень помогает нам быть прагматичными и и смотреть что как преуспевать здесь но мы должны всегда помнить как мы сказали что внутри нас также и сейхэль луки и сейхэль наши этот разум который человеческий разум он ограничивает нас он не дает человеку стремиться к вещам которые кажутся нелогичными которые кажутся слишком высоко и очень очень важно остановиться и посмотреть внутрь себя увидеть что на самом деле мы можем добиться так гораздо большего когда мы через бы то хан как мы сейчас увидим через нашу веру через наше понимание что у нас есть огромнейший потенциал и этот потенциал скроется в сейхэль луки в нашем божественном разуме должны соединиться с этим и это поможет нам увидеть и стремиться и добиваться гораздо большего чем нам кажется мы можем это мы видим как мы сказали в когда еврейский народ подходит к морю и когда мы обращаемся к молитве к творцу видим что на самом деле о чем говорит нужно идти вперед нужно действовать нужно идти делать что-то что идет против природы кафат нужно прыгать в море которые сначала не расступается и только этим полной это верой планем на творца мы видим что природа изменяет свои законы и именно вот эта сила поступать так она идет от сейхэль луки от этого божественного разума который в каждом из нас есть в пример из что человек который есть люди которые действительно могут разбивать кирпичи они могут разбивать своей рукой камни и когда их спрашивают как же так как это может чтобы можно рукой разбить кирпич то некоторые отвечают что а в чем проблема на чем проблем что проблем в том что нельзя чтобы рука разбила что-то что что из камней тогда они отвечают что не проблема это у тебя то что ты считаешь что это невозможно поэтому это проблема но я не считаю что это невозможно поэтому у меня это получается действительно это пример который можно перевести на многие сферы жизни и те люди которые гидо или тайра знатоки торы и даже в сферах в светской сфере они добивались вершин потому что они делали что-то что было достаточно вне логики и вне рациональности не до добивались это потому что они верили что это возможно вам рубинштейн из такой раввин рассказывает про своего учителя из манчестер которого за года многие многие года у него сотни если не тысячи учеников прошли через него у него один этих учеников он стал лордом в сенате добился большой политической карьеры но он уже не был не было нельзя было сказать по нему что он когда-то учился вещи и когда он приехал навестить своего старого учителя то он был откровенен с ним он спросил своего рэбэ а у вас нету сомнений иногда это сомнений сомнений что действительно все ли так как вы что вы верите у вас есть свой код у вас есть сомнения в этом и его рэбэ посказал ему что за свою жизнь я видел так много уже чтобы не остается место для сомнений если человек знает как увидеть как посмотреть то это дает ему именно эту веру эту верность которая поможет ему соединиться со своим сейхил луки сразу разумом творца который заложен у нас и тогда он действительно может уже перейти на другой уровень в как мы сказали что надо себя мотивировать также тем что если человек решит что для себя у меня я не могу преуспеть у меня не будет радости от детей у меня не будет я не буду хорошим мужем я не буду хорошим коллега я не преуспею на работе так далее так далее я вижу что все мои все факторы весьма потенциал это не не выглядит что можно как-то чего-то добиться то в небесах в шамаем они скажут ему ты так решил для себя значит так это будет и действительно так в конце концов он действительно будет жить свою жизнь по тем правилам которых и тем ограничением которым он себе поставил он использовал свой цех и он использовал свой разум свой свою логику и когда он смотрел на все факты действительно так казалось и так он на себя решил через 120 лет когда попадает на следующий мир он увидит что это не так что на самом деле у него было весь все возможности это все полностью изменить чтобы у него было действительно успех и дома и и на работе и так далее и это будет ужасное ужасное чувство стыда и жалости что он сам себе это все испортил поэтому это должно нас действительно достаточно мотивировать не сказать что это конечно хорошо звучит но нет это больше чем хорошо звучит это что-то что каждый из нас у него это есть он должен это использовать про бояр течение лекции мы больше и больше расскажем о нем и он рассказывает что то что случилось с ним эту историю называет желтый забор потому что это связано с двумя телефонными звонками которые он получил машине когда он приезжал через желтый забор который находится в кире цифр дело в том что он в начале своей карьеры как механах как воспитатель и учитель торы он участвовал в одной организации которая помогала ребятам из ишив которые не смогли как-то себя устроиться и были много испытаний из дома из какие-то семьи которые были разбиты и духовные разные испытания поэтому для них было открыто специальное заведение где можно им индивидуально каждому помочь в этом месте он особенно один из там один из учеников очень прикрепился к нему и это было до того как ему было сказано что когда речь идет о свадьбе и выбирать невесту тут ты должен не вмешиваться потому что каждый человек когда который принимает этот шаг он должен это сам действительно решится если кто-то будет толкать то потом все те проблемы все испытания все сложности которые будут в будущем он будет это валить на того кто его туда повел и поэтому очень важно чтобы человек сам решился что вот это правильный выбор для него в жизни и потом уже можно ему помогать на само решение но это было до того как он об этом знал и поэтому он да был очень повлиял на все это на решение своего ученика и после свадьбы там было очень много испытаний у него была семья разбитая семья его мама была разведена очень очень жила в бедноте и тоже со своей супругой к сожалению было очень были сложности одновременно примерно в это время его единственный брат он плохо себя чувствовал он пошел поликлинику к врачу и так то выслушал он сказал что все хорошо все нормально и послал его домой он плохо себя чувствовал вернулся обратно так было три раза он возвращался и каждый из этих разов его отправляли обратно после третьего раза он остался дома и он скончался он умирает это была ошибка врача он не неправильно понял симптомы он недостаточно внимателен и они подают в суд него очень долгий процесс все это длится пока наконец-то это поликлиника она решает чтобы избежать какие-то чтобы это стало более известно всем поэтому они решили они соглашаются заплатить полмиллиона шекелей чтобы как-то это замять дело и и дальше они соглашаются на это и теперь они ставятся срок когда эта сумма будет выплачено одновременно в зале есть такая такой феномен амидар для очень бедных семей всегда когда строится новые проекты в разных городах то от государства выделяется часть земли часть квартир которые будут использоваться для бедных семей которые не могут себе позволить обычную квартплату и его мама жила в такой квартире потому что она была страшная беднота бедность и она была последних квартир это была последняя квартира во всем районе который стал очень фешенабельным районом и амидар продал все эти квартиры чтобы перевести это это средства другие места ее квартира бы последний она стоила миллион двести тысяч и они готовы были ее продать для нее за четыреста пятьдесят тысяч шекелей окей что меньше половины почти треть и но конечно это было нереально но сейчас когда согласились заплатили заплатить этим полмиллиона шекелей теперь у не хватило бы на эту на эту сумму и еще пятьдесят тысяч шекелей она бы дал своему сыну тот же момент у сына большие очень проблемы в том месте где он живет это очень там нашел какое-то место очень далеко где было очень дешево и ров бояр помогает ему он сам одалживает ему деньги чтобы он переехал чтобы нашел квартиру то этому деньги на квартплату и все чтобы как можно приехать в лучший район потому что скоро уже выплачиваются деньги и он сможет ему заплатить обратно за все эти переезды за квартплату и так далее находит ему работу также и помогает им и тут он находится машине и он получает телефонный звонок от своего ученика который кричит плачет в страшном гневе говорит что все какой ужас что случилось позвонил адвокат и сказал что в последний момент когда уже должны были перевозить перевести эту сумму эти пол миллиона шекелей то поликлиника отказалась сказать что они не будут это делать ты был их соглашение вне суда она отказывается платить эту эту сумму и на этом все должно кончаться теперь можно начинать опять все апеллировать но это опять же может занять годами и неизвестно что из этого будет он кричит на него говорит что все вот вы это самое что со всеми вашей ему на бетахон с верой упование все ваши уроки все это ерунда потому что видите что происходит как это может быть и про свою маму про себя по своей ситуации в общем полная катастрофа и раббояр понимаете он 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 сам в этом тоже он находится как бы он должен деньги ему так все это неприятно он звонит ему неделями он не отвечает на его на его разговор на его звонки неделю и вдруг он находится опять же машине он приезжает через эту желтые ворота и он получает опять звонок в ученик кричит эй зэнэс эй зэнэс какое чудо какое чудо данный момент рамой шабая думает что он наверное уже совсем он может быть сошел с ума как бы у него слишком такой стресс был своего ученика что это было слишком много и надо ожидать худшее объяснение было такое что в тот начальник этого мидар который был завязан в этом проекте он знаком был с его мамой очень хорошо и ему было очень жаль что так получилось она должна была купить эту квартиру для себя чтобы где-то жить и теперь это все провалилась он вызвал ее и сказал что может быть он может организовать чтобы место 450 тысяч они продадут ей за 90 на 5 раз меньше это квартира настоящая хорошая квартира в хорошем районе но естественно какие 90 тысяч он посоветовал ей чтобы он обратилась крови ну этого местечка и может быть как то не смогут организовать какую-то компанию фон набрать эту какую-то эту сумму чтобы она у нее было где была крыша над головой она так и делает она действительно идет обращается она груша она разведенная она потеряла сына и такая бедна бедность поэтому они рав и община отзываются очень хорошо и стараются всеми силами и за достаточно короткое время они набирают 70 тысяч человек 70 70 90 опять же этот начальник идет навстречу и место ты миллиона двести четыреста пятьдесят девяносто она получает эту квартиру за 70 тысяч параллельно этому адвокат который занимался этим делом он был настолько разгневан этим решением этого поликлиники что последний момент они отказались от всего и это был компромисс и что он начинает давать им огромное давление сказать что он пойдет в прессу и у них будет такая репутация он они он испортит им все все их имидж поэтому они конце концов после всех его бомбардировок письмами и угрозами они соглашаются заплатить эту сумму и теперь они переводят эти пол миллиона шекелей мама его получила квартиру теперь он может переехать другое место это все вот так вот кончается таким на пену эта история желтого желтых ворот это что-то что человек не мог бы по логике пор и ценности это невозможно это это не могло быть как-то так получился чтобы за несколько месяцев настолько был бы такой огромный переворот но ученик в конечном итоге он сознался своему время что именно это то что произошло что если мы используем наш сейх и ланаши это невозможно но на самом деле у каждой еврейской души и что ты что гораздо более более могущественно и это может нас привести очень очень далеко в как другой пример мы можем тоже сказать известная история про одну семью которая жила уже 200 лет назад в польше польша белоруссия и она была у них было и богатство духовное и материальное там была дочка которая отличалась особенными качествами и была также очень привлекательно и все были уверены что она она у нее будет возможность получить самый лучший дух самое лучшее она выйдет замуж за какого-то очень особенного какого-то илу гениального молодого человека который будет большим талмитхохом но как раз перед тем как началась период шедухим когда уже нужно было искать ей жениха кто-то начал распространять самые страшные слухи клевету об этой девушке и это было настолько сделано успешно что это разошлось по всему городку и за этот город и скоро уже никто не хотел даже когда слышали имя этой семьи этой девушки они не хотели ничего иметь с этим никакой молодой человек не хотел встречаться с ней как это можно как можно мы пережить молодой девушки которые у нее были такие возможности такие планы и вдруг это все окружается без какой-либо ее вины и тут его настоящие качества были мы увидели были вышли наружу в такой ситуации она сказала что я не я не я не виновна я знаю что я сделал ничего не так и я принимаю все как есть меня нет никаких вопросов никаких жалоб никаких претензий я я хочу чтобы у меня была возможность была какая-то семья я тебя прошу помочь мне так это продолжается пару лет пока если меня не может с большими усилиями она пытается уговорить помощника кучера канеха кучера который возит людей его помощник он не смог стать кучером он мог он был только помощником он может быть там убирала лошадей давал ему попить так далее это вот его карьера на этом кончилось и сам кучер нет но помощник он решил что может быть все таки он делает такое милостыню и он встретит с этой девушкой и действительно не встречается его звали арон и они женятся они них свадьба при над подхупой она говорит что я опять же повторяю что меня нет никаких претензий я все это я благодарю за все что ты для меня делаешь я вы что ты мне даешь еврейскую семью и так она продолжает свою жизнь у этой пары рождаются четыре сына один из них это ешуа хеллер фамилия не было хеллер он хойс на ешуа это один из в он рождается в 1812 году и он ученик рыбослав слантера он один из главных рабов тэлтс и гродно второй брат мэйр третье хилл четвертый стройл и хилл это автора муде ор один из классической холохической книги которые изучаются всех и живот другие два брата они также занимают об бездин и и равны больших городов один из них выносит и мы видим что происходит что-то совершенно невероятно это это против всех законов природы почему потому что она себе повела тоже против логики она то что мы сказали в прошлый раз матмим им окажешь пороху она была тмим из дик там им она шла с полным сердцем с полноценной верой мне не было никаких жалоб никаких вопросов мы сказали у человека есть вопросы тогда у ашема тоже есть вопросы и чаще всего это не будет в нашу пользу поэтому она шла до конца со своей полной полноценной верой наполучила четырех сыновей которые осветили этот мир своим свои торы и своими знаниями что-то что я слышал от одного от может быть одного из главных учеников римоши боя самого у меня были претензии ко мне что не рассказал кто он такой римоши бояр он достаточно молодой раф который который особенный талант передать мудрость торы у него есть уроки по во многих городах израиле также за границей он в каждом уроке участвует по 300-400 человек если женщин если мужчин и он сам из хасидской семьи научился в литовских ишивах когда в один момент было большой вопрос наследство наследство в его семье они от слонима хасиди слоним как-то у них был один талис талис может быть промышлан она вы известны хасидских и в их семье хранился этот талит и по правилам в общем-то по правил всем правилам он должен был его получить и к сожалению это не все было понятно и началась спор началась какие-то как там были сказаны этот талит начали тянуть в разные стороны в этот момент он решает так он говорит он обращается к шэму что я буду я леватер я я откажусь отказываюсь от этой от этого наследства этого талита от этого большого раба но я хочу получить его духовное наследство я физически материально хотят это также очень очень дорогая вещь но это я готов уступить но пожалуйста вместо этого дай мне его духовное наследство и мы видим что действительно он видно что-то получил почему особенно особенный талант как передавать действительно эту мудрость тора в мы видим это также у рыба есть и шлайма канамон пони в жиров который потерял всю свою семью все свои все свои книги все свои записи тора он потерял это во время холокоста он спасается или или сам он приезжает в эрц израиль он находится в ней браки и он во время войны во время страшных голода если он решает купить один холм на браке и он говорит что там будет построена большая и шива все его почти почти все его окружающие открыто решили что он сошел с ума потому что это было совершенно не нет ну не было кушать не было ни о каких еще вот какие сотни он сказал что в этой еще будут учиться тысячи ребят он скажет не только и шва будет также будет место где они будут спать и это все он начал во времена когда тора разрушалась евреев убивали он решил что именно сейчас время строить и позже вы спросили что он все всем известно есть очень красивый золотой арна кодиш ковчег где где тора держится золото и привезли специально из италии и вся еще она сделана очень он на высоком уровне но само здание нет он сказал что действительно просто я пошел к самым лучшим архитектору но он не хотел это делать и потом к следующему к следующим пока я нашел того архитектор был согласен он не был самым лучшим из них потому что никто не хотел делать какое-то здание которое не будет никем использовано будет каким-то как как сарай потому что в то время никто себе не мог такого представить что можно бы строить какую-то еще ва где будут учиться сотни и тысячи ребят именно это случается позже понвич становится одной из самых ярких самых лучших еще вот до сих пор в израиле потому что у понвич жиров было он не шел по сейх лоноши он не давал своему разуму себя ограничивать и он видел дальше выше не он казался в конце концов прав как это мы сказать что именно верой упованием это все мы все это понимаем и все это знаем но как это в реальности больше используйте больше это к этому прийти хазаныш он он советует да такой совет что в вокруг нас природа она полна чудес она наполнена столько вещей которые показывают что они они кого-то тычет на что есть есть творец и как пример это можем дать когда мы выходим из египта в тот момент мы идем по пустыне если совершается чудо а шэм посылает нам ман посылает нам хлеб еду с небес каждое утро можно было выйти и найти готовый завтрак обед и это был потрясающе вкусно и так каждый день это было потрясающее чудо и те люди которые помнили как они добывали еду в египте они понимали насколько это потрясающий хэсэд доброта творца дети которые рождаются в пустыне они для них это совершенно нормально они понимают что каждый день как у нас еда мы выходим и вот на траве лежит сам таль покрыта роса спасибо роса покрыта с двух сторон очень упакована свежая еда и так естественно там мы получаем еду это совершенно нормально когда это поколение заходит в израиль то вдруг они видят потрясающую вещь не что можно взять пшеницу взять косточки от от фруктов посадить их землю немножко вскопать и вдруг это все разлагается и там начинается вырастать оттуда деревья нас вырастает новый урожай это же это же чудо это чудеса это не просто что падает с неба а тут что то что полностью разлагается вдруг вырастает и все это дина и все все что заложено в каждом в каждом растении это для них было потрясающими чудесами видим что ко всему можно привыкнуть и то же самое с нами и но что хазныш нам советуют на детворе авигда миллер известный раб из америки он носил с собой в кармане постоянно косточку апельсина и часто когда у него было свободное время он понимал и смотрел на нее и потому что вот в этой косточке заложено все что можно ее посадить и вырастить дерево там будет сотни-сотни фруктов апельсинов и также дальше 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 все из этой маленькой косточки он смотрел на нее это он себя себе напоминал о ашам хэса то его доброте если мы уже говорим про вигда миллер один раз он забежал домой к себе и вдруг он набрал в раковину воды и резко опустил свою голову вовнутрь и остался там под водой его семья прибежал его внуки и спрашиваешь то что они уже значит очень беспокоиться и число сколько это он мог выдержать он в нем вынул воду вынул свое лицо из воды или или отдышался и они были в шоке что он что он делает он сказал что я просто шел по улице и там был плохой плохой запах и как-то я почувствовал что я не было какая-то претензии мне как-то было я начал думаю жаловаться внутри себя что почему это так плохо пахнет поэтому я решил себя научить как это будет без воздуха будет без без кислорода и это он себе так напоминал насколько нужно быть чтит насчет быть благодарным и видеть все то что вокруг нас и когда мы видим когда мы приучаем себя к этим чудесам которые вокруг нас тогда тоже это это легче когда у человека опять же испытание когда ему тяжело вы видите подумать что так как мы окружены чудесами и все может измениться в любую секунду и эти как как природа на самом деле нету природы как рамбан пишет что человек должен понимать что вся природа это тоже чудеса это что-то что может нам помочь научиться себя быть более показать свои расширить свою перспективу соединиться со сейхал и луки и беззад ашем это тоже поможет нам пройти успешно все наши испытания нашей жизни сейчас я хочу еще типа немножко другую сторону но на самом деле как мы видим это это дополняет все что мы говорили в репшломе за мной рыбах один из главных знатоков глав поколения прошлого он у него есть внук и внука зовут рыбицек лоринц он был мажгехом еще в культуре в байт веган и после этого бляшев попросил его так как у него есть опять же такой большой талант и и знания как помочь людям что у него была целая организация на забинат лев понимание сердца который помогает из шаламбайт люди которые как проблемы с мужей и женой и с детьми и разные разные испытания в жизни там есть они готовят людей чтобы они помогали они помогают в его книге он приводит очень много мудрости которые он научился от своего дедушки репшема за на рыбах в последнее время медицина она уже доходит до понимания что очень много болезней они связаны с нафиш и гуф они связаны нашим наш наша душа и и наше тело так связаны что очень часто одно влияет на другое что он объяснил что они считают что физическое что гуф это это наше тело она влияет на нашу душу это мы понимаем что наоборот что нефиш именно наша душа наше наше духовное состояние она влияет на наше тело поэтому всем известно когда мы молимся за исцеление кого-то мы говорим рифуата нефиш рифуата гуф сначала мы молимся исцеление его человека души и только потом исцеление его тела потому что это источник всего и более того репшемзам объясняет что для людей которые связаны с торой они они у них у нас есть какая-то хели как эта часть в иудаизме в сторой тогда это другой уровень это значит что есть не шама есть нефиш есть рух есть гуф у нас это связано с нашей не шама с нашей душой другими словами даже для людей которые не связаны с торой у них тоже безусловно есть эта связь что их нефиш их более низкая душа она влияет на их тело но для людей которые находятся они соединили себя они открыли для себя что у них есть не шама у них есть часть творца тогда мы должны смотреть нужно быть внимательны чтобы мы она получала все что все это питание все это духовное питание которое ей она нуждается только тогда она дает все те инструкции и весь тот ту гармонию нефиш и также это тогда влияет на гуф на это тело я помню когда мы преподавали франкфурте это было уже 12 лет назад то приехал к нам раппо везер вулфсен известный рав который много преподает в европе и также москве это была школа для девушек на девочек и он попросил он сказал что он может дать пару уроков одном из первых уроков он начал так он обратился к одной из девушек и сказать спасил ее у тебя есть душа она сказала конечно конечно мы есть душа на что он сказал нет ну это было немножко шокировано он обратился к второй он спросил я как насчет тебя у тебя есть душа она уже так не совсем уверенно сказала что ну да да он опять же отрезал говорит нет и так он почти довел до слез но в конечном итоге он объяснил им что есть разница между у меня есть душа или я душа если у меня если на шамане это значит что есть я есть кто-то там с чем я должен носиться и мучиться и какая-то мне совесть у меня что-то что мне мешает что я должен как то есть удовлетворить на самом деле мы должны даже то что мы говорим утром что о чем ты возвращаешь в меня душу что на самом деле нам нужно именно добиться того чтобы я понимал что я эта душа и тело наоборот тело должно служить мне и но как как общем заман объясняет что не только что в душе так как этот куб так как это тело это мольбуш это одежда нашего нашей души это что-то что-то что второстепенно то не только когда мы видим что из исцеление должно начинаться от души как мы молимся но также болезнь начинается от души чтобы человек не заболел на мы должны уже начать так делать все чтобы наша душа функционировала чтобы наша душа она все 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 каналы по которым она питает наше тело они были чистыми они могли функционировать как они должны функционировать в один из его пациентов la florence который к ним пришел один важный человек который занимает высокую должность он сознался он признался что у него большие большие депрессии такие мания мания депрессии это случается достаточно регулярно и он очень страдает об этом ему нужно обязательно найти какой-то путь чтобы какое-то исцеление от этого когда florence поинтересовался когда это случается какие моменты и он когда он начал рассказывать было видно что это случается обычно пьем решен воскресенье первый день недели и далее это обычно если посмотреть на год то месяц хэшван это начало зимы вот именно тогда это что-то страшное он не может выйти из постели это всем заметно это все видно вся его семья страдает от этого также и он не может функционировать когда он это все рассказал то la florence объяснил ему что на самом деле он сказал что добро пожаловать в клуб нормальных людей это совершенно нормально на что-то человек был недоволен я не пришел сюда за какой-то мотивации за я пришел за лечением чтобы меня вылечили но la florence объяснил ему что это связано с тем что как маце шаббат после шаббата у нас есть традиция нюхать без самим какие-то пряности что-то приятное и это видно что переход от шаббата к неделе и также от всех праздников тишрей на у нас есть ваша шана ям кипур сокот сим хатура это потрясающее когда человек поднимается на другой уровень хэшван это следующий месяц это темнота эта зима в этот момент у него это случается и это именно вот тот хазал который нам говорит а без самим этих пряностях это именно сделано было для для того чтобы что это совершенно нормальный нормальный симптом это это что-то не связано с мани или депрессией но этот человек это не принял он сказал что это не так на самом это мы самим это не шама и старает это это когда у нас больше души это ла флоренц пытался ему объяснить что нет это действительно большинство решений большинство комментаторов четко объясняют что переход от шаббат я мэй холь от субботы от святости субботы к повседневности и также праздники это ведет к тому что есть есть баланс которым нужно научиться как это использовать как когда идет такой большой перепад чтобы как это правильно переварить но этот человек сказал нет у меня депрессии и тут лавроренс пишет что если он так сказал значит так и будет человек решил что у него действительно он потом так он 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 завис он на этом зацикливается тогда действительно так с ним будет и не было никакой другой возможности он должен идти психиатру он помог через только пару несколько месяцев когда ему уже было достаточно времени как-то все это переварить и посмотреть на это с правильной стороны он возвернулся обратно и тогда ла флоренс объяснил как это действительно работает и почему ашем создал именно цикл недели и года в таком роде но это в другой раз мы видим что даже что что случается что человек может себя закрыть и себя ограничить и к сожалению не быть открытым к хазал к к мудрецам торы которые если ашем говорит что он создает мир по торе тор это используется как инструкция всей вселенной то естественно только там можно найти понять как человек работает и функционирует у другого человека у известного рожкой который вел изучение заведение которые изучают тору и он был ответственен за всю финансовую поддержку нужно было собирать все средства на это это было очень тяжело это была достаточно большая организация и все было на его плечах он со временем он видел что у него ужасный стресс у него ужасное давление он 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 уже теряет себя у него нервный breakdown он ломается и он обращается к психиатру не не религиозным психиатром психиатра приговор что он с его структурой его его характером его качествами это не для него эта работа не для него не сможет не справиться ему нужно как можно скорее поменять свою должность и потому что это просто он не для него это опасно для его сердце для его давление это стресс он не может с ним больше жить поэтому как можно скорее он должен этого избавиться он игроков лоренц лоренц идет берет его к своему дедушке в шла мы замуж за этому три вопроса три вопроса первый вопрос сколько лет ты этим занимаешься он отвечает 25 лет второй вопрос были ситуации где было сложнее чем сейчас было больше стресса было больше нагрузки он говорит да третий вопрос как ты выходил из всех этих ситуаций он сказал что всегда ашем как-то меня спасал иногда последнюю минуту на последнюю секунду но всегда еще а избавление приходило или оттуда или отсюда как-то мы всем со справлять тогда чем ты беспокоишься почему ты переживаешь почему ты так нервничаешь это легко сказать но я помню я был со своим тестем ола ваша он у моего решивы и когда как-то мы заговорили о финансовых стороне он не решила сказал что сегодня вторник и в пятницу будет расходы начало нового песня месяца его бюджет в тот момент сейчас ты гораздо больше был сто тысяч долларов в месяц это было бюджет который он должен выплатить сейчас банки может быть двадцать может быть тридцать он не знает но он знает одно что до пятницы может быть это будет перед заходом солнца четверг но это он значит что эти деньги будут там у него уровень веры очень потрясающий есть он сказал что это не для меня это для еще во для других для людей ребят это будет там потому что ашем знает что это я могу на это полагаться если буду очень очень нервничать очень переживать тогда это придет в самый последний момент самую последнюю секунду но это будет там в общем за мной бог объясняет это и вот здесь мы можем научиться что-то для нас что действительно может быть очень очень полезным он говорит сказал этому школе следующее в когда ты переживаешь какое-то какое-то испытание и в конце концов как ты видишь постоянно ашем как-то тебя спасает избавляет помогает обязательно возьми маленькую записную книжку и запиши вот этот случай когда все получилось в конце концов и ты получил свое избавление все сработало запиши это следующий раз запиши это каждый день когда ты молишься шмонесром и до доходишь домой демонах нулях когда мы благодарим творца мы наклоняемся вынимай свою записную книжку смотри на эти вещи которые где ашем тебе так помог и вспоминай их недостаточно просто думать о всех так общее должен записывать их вынимать эту книжечку и благодарить творца за каждую вещь которая произошла с тобой и ты увидишь что со временем все твои заботы все твой стресс они улетучатся и шамон объяснил это очень глубже нам это понять когда у человека есть какая-то проблема какая-то забота какая-то даже если она кажется очень большой действительно огромной если на нее посмотреть и действительно так фокусироваться на ней то мы видим что на самом деле это не такая огромная такая это это может не справиться проблема в том что вместе с этой проблемой который он перед нами к ней мид старфим к ней на нее прилипают еще 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 множество 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 маленьких больших и так далее проблем и вот здесь мы считаем мы видим что это для нас мы мы подыхаем, это на нас полностью погружается так, что мы читаем, что мы задыхаемся от этого. В чем рецепт, как мы можем из этого выйти? Говорю, прошу вам за мной, что если мы прикрепим ко всем заботам, также все еще, все те спасения, все избавления, все те вещи, когда Ошел нас спасает и помогает нам, если мы будем помнить о всех этих случаях, когда все решилось, и все в конечном итоге произошло, и все было хорошо, тогда мы сможем обезвредить все эти страшные, все эти заботы, которые вот так вот они на нас облепились, и этим мы сможем опять же пройти и правильно решить то, что с нами происходит. Так что каждый в практике может завести этот... Рэп Шамдан скажет, что это Бодху Минуса, это что-то, что помогает 100%, завести маленькую книжечку и действительно научиться смотреть. После Хануки у нас есть правильный свет, который показывает, как смотреть на вещи. и увидеть в своей жизни так много маленьких и больших вещей, которые действительно можно дефинировать, можно определить как спасение, как то, что Хашем нам подмигивает, он нас избавляет и так далее. И записывать это и тогда, когда мы это постоянно себе, мы с этим живем, мы благодарим, мы знаем источник этого, тогда опять же это все должно нам помочь пройти любые испытания. Закончим одной из моих любимых историй, которая связывает, может быть, эти темы вместе. Один человек, который болел раком долгое время, он Баруха Шем, у него чудесно, он выздоравливает, и как благодарность этому, как принято, он делает большую трапезу, приглашает множество гостей, также врача, главного врача, который все это время был с ним и следил за его болезнью и также исцелением. Он благодарит всех и благодарит Творца за то, что он выжил, и он хотел, хочет поделиться, скажет, я хочу поделиться, как я к этому, почему я стою здесь. Он сказал, что в один момент, это было уже пару лет назад, он лежал в постели, это было рано утром, и у него уже не было сил даже как-то просыпаться и вставать, двигаться. И в тот момент он услышал, как два врача разговаривают сзади, около его постели, и он услышал, как один из них говорит, обращается, говорит, что вот этот пациент, я не вижу, как он выживет. Его ситуация настолько тяжела, уже болезнь настолько далеко продвинулась, что он говорит, я не вижу, как он это сможет выдержать и выжить. На что этот врач, его главный врач, который был там, сидел за столом, он сказал, что вы сказали нет, у него очень сильная воля, у него очень сильная вера, он сможет это вытянуть. И я лежал, и эти слова вошли в мое сердце, вошли в мой разум, и я действительно решил, что я не сдаюсь. И я боролся, и Бог Хашем всегда помнил, что вот вы верите в меня, и я помнил, что это меня действительно спасло. И после этого все аплодируют, и все благодарят, что этот врач, он сказал, что я хочу сказать пару слов. И он встает, и он говорит, что я очень хорошо помню это утро, это было очень рано. Я действительно стоял с моим коллегой, мы обсуждали тихо пациентов. И я хочу только поделиться, я хочу сказать откровенно, что я хочу признаться, что мы говорили о другом пациенте, мы не говорили о вас. Насчет вас у нас было одно мнение, что у вас нет никаких шансов. Мы говорили о другом человеке. И так, Борох Хашем, на самом деле, он услышал это. И мы видим, что у человека, у нашего разума, у нашего сейхал, у нашей сейхал-лаки есть очень-очень много чего можно добиться, можно верить. И Хашем нам это дал. Хашем нам дал этот подарок, это нишама, мы нашимаем, это наша душа с небес. Борох Хашем, чтобы мы все научились, как этим максимально пользоваться. Спасибо, успеха!